День города Краснодара осенью отметят сразу на двух континентах решением мэра американского города Талахаси, столицы штата Флорида. С этого года, 23 сентября, официально считается в этом городе днем Краснодара. Талахаси, поворотим кубанской столицы, дружественные связи были установлены еще в 80-х годах прошлого века, потом с развалом Союза прекратились и 11 лет назад были восстановлены. Похоже, сейчас поворотимство ждет новый виток. Официальную телеграмму от мэра Талахаси Эндрю Джилума на 36-м заседании городской думы Краснодара зачитал глава Евгений Первышев и отметил, что решение заокеанских поворотимов позволяет надеяться, что дружественные связи в дальнейшем будут крепнуть и развиваться. Мы будем праздновать день города Краснодара не только в Краснодаре, но и непосредственно и в Талахаси. И, безусловно, я считаю необходимым американскую сторону пригласить на наш праздник, на наш день города и соответствующее приглашение отправим. Еще одно решение мэра Талахаси непосредственно связано не только с нашим городом, но и всей страной. Эндрю Джилум провозгласил 9 мая 2017 года Днем Победы в Европе. Напомню, традиционно в Европе и Америке День Победы над фашизмом отмечается 8 мая. Это связано с разницей часовых поясов. Окончательная капитуляция Германии была подписана в ночь на 9 мая. После полуночи по московскому времени и до полуночи по общеевропейскому. Евгений Первышев отметил большую значимость решения американского города-побратима. Тем более в то время, когда даже в соседней Украине День Победы теперь под запретом. Добавлю, что в Краснодаре в конце июня состоится 14-я международная конференция городов-побратимов России и Германии. Дружба с немецким Карлс-Рой в этом году исполняется 25 лет.